Всем добрый день! Рад вас приветствовать на нашем канале. Владимир Сидоренков, преподаватель Международной Академии Заточки Адемс. И я, Маркин Эдуард, сооснователь компании Адемс. Сегодня мы расскажем и проведем презентацию станка Адемс Full Drive. Сразу хочу сказать, что вы получите после просмотра данного вебинара. Первое. Всем, наверное, интересно, как делать деньги на станке Адемс Full Drive. И в результате нашего общения в онлайн-презентации вы получите ответ на вопрос, как делать деньги всего на одном станке с помощью всего того, что мы для вас подготовили. Вы получите технический обзор станка Адемс Full Drive. И мы обязательно проведем демонстрацию возможностей станка. И вот здесь для этого подготовили вам большое количество инструментов. Мы с Владимиром постараемся и гарантируем, что в результате этой онлайн-презентации вы получите гораздо больше информации, нежели вы знали до нее. Вы получите конкурентное преимущество над теми, кто не записался, кто не в теме. И вы в числе тех, кто будет первыми на ступени совершенствования своего мастерства. Вкратце давайте представимся еще раз. Мы компания Адемс, которая уже на протяжении 10 лет производит станки для заточки парикмахерского, маникюрного инструмента, бытового, кухонного. А клиенты и наши покупатели практически из 24 стран всего мира уже оценили данный станок. Данный станок является самым главным результатом нашей работы, нашей компании, инженеров, конструкторов, технологов, маркетологов. И, соответственно, мы постарались сделать для вас то решение, которое вас подстегнет к развитию вашего мастерства. Итак, еще раз напомню, зачем мы здесь собрались. Обзор у станка Адемс Full Drive. Вы узнаете все об этом станке. Первое, что вам нужно будет сделать для того, чтобы получить результат как заточника, как коммерсанта, как кого-то либо еще. Первое, есть несколько простых шагов, как делать деньги на этом бизнесе. Первый шаг, конечно, очень самый главный, это понять свою целевую аудиторию. Кто будет платить вам деньги, кто будет возмещать стоимость всего того, что вы купили у нашей компании с теми людьми, которыми вы будете взаимодействовать. Вы должны определить в своем месте, с кем вы будете работать. Это будут парикмахеры, либо это будут грумеры, это будут больницы, столовые, кафе, рестораны, садовые центры или там какие-то ЖКХ по заточке садовых инструментов. Дальше, когда вы определились с целевой аудиторией, где вы будете зарабатывать целевой аудиторией, от кого вы будете, с кем будете работать с целевой аудиторией, необходимо дальше определиться с местом, где вы будете это оказывать. От этого зависит и стоимость услуг, в том числе, напрямую. Первое, конечно, самый простой вариант, это вы затачиваете где-то у себя дома, на балконе, либо это арендованное помещение в торговом центре, либо это у нас по системе выездной заточки. Какие еще возможные варианты у нас могут быть? Вы знаете, заточка? Курьерская. Курьерская заточка? Нет, курьерская забор, доставка, то есть вы можете находиться в одном месте. Если у вас есть ресурс, то вы можете находиться дома, либо в своем гараже, а у вас нанятый курьер просто вам забирает, привозит, вы затачиваете, и вы тем самым не теряете время. Место. То есть главное определить место, где будет быстрый доступ клиентов. Это может быть павильон на остановке в самом проходимом месте, либо место в торговом центре. Все зависит от стоимости аренды. Следующее, что нужно сделать, чтобы получить результат по поводу зарабатывания денег на этом станке, это, конечно же, получить знания. Знания по заточке того или иного инструмента, расти над собой как мастер, как профессионал своего дела. Мы это предлагаем сделать в нашей международной академии заточки ADEMS. Когда вы пройдете курсы, короткие, длинные, зависит от ваших возможностей, время посещения, вы получите знания. И эти знания нужно, получив, не растерять. Чем раньше вы начнете практиковаться в заточке, тем быстрее вы встанете на путь мастерства и достигнете каких-то определенных вещей. С каждым днем вы потеряете определенный процент знаний. Потому что свойство памяти, к сожалению, человеческое, это забывать посещение времени. Поэтому не ожидая, сразу нужно покупать станки, знания получать, приезжать и сразу практиковаться. Вариантов у нас несколько. То есть человек может приобрести станки до начала обучения, человек может приобрести станки во время обучения и на них же пройти обучение и забрать их с собой. Либо человек прям по приезду домой уже, как говорится, собирается с мыслями. То есть мы формируем уже окончательное коммерческое предложение и человек, уже оплатив, получает станки и начинает практиковаться. Я не буду лукавить, ни одна школа в мире, в том числе и наша, ни за пять дней, ни за месяц не даст того опыта, который вы приобретете в течение следующих лет. Любая школа, либо академия дает старт, но стартовать нужно правильно. На данный момент услуга по заточке и индустрии красоты является растущим рынком. В связи с этим доля и потребность в заточке, она только растет. Но профессиональных заточников, мастеров, которые делают именно вклад в развитие профессиональной заточки, их крайне мало. Все доходят до определенного какого-то уровня, начинают как-то более-менее затачивать, брать за это деньги и, соответственно, перестают развиваться. Путь мастера заточника, он непрерывный. Он постоянно должен идти вперед. Первое, это не бояться. Если вы встали вот на этот путь, наша компания, академия заточки, поможет вам с выбором оборудования, с технологиями, которые проверены за 10 лет, поверьте. Хочу предупредить об одной вещи. Мы в этой области вращаемся очень давно. Мы можем говорить об этом часами, мы можем говорить об этом сутками, напролет. И в рамках данного семинара мы не сможем, не семинара, а вебинара, онлайн-презентации, мы не сможем рассказать все. Мы, конечно, расскажем какие-то базовые вещи. Но обратившись к нам по телефону на сайте adems.ru, вы можете задать нам вопросы, и мы вам расскажем об этом более углубленно. Вот, зная Владимира о ней первый год, он обратился к нам в компанию в тот момент, когда у него возник вопрос по заточке. Владимир, расскажите кратенько, как вот этот путь становления вас как мастера? Ну, в 2012 году я приобрел у вас первый станок, как раз станок Adems Full Drive. И целый год я… Подождите, но до 2012 года. До 2012 года я… Как вы затачивали или вы не затачивали? До 2012 года у нас существовала уже на тот момент мастерская по ремонту обуви, изготовлению ключей. И мы занимались заточкой бытового инструмента и пытались это делать на обычных точилах. Вот, и у меня как бы посетила меня мысль, для того, чтобы расширить спектр услуг нашей мастерской, я как раз задумался о том, чтобы заняться заточкой инструмента. Да, кстати, мы еще и выиграли аукцион. Но, извините, перебью, но немногие люди сразу как бы переходят на статки. Кто-то умудряется тачивать, как говорят, там на точилах, все остальное. Почему вы… А я объясню, то есть, ну, получилось так, что, ну, может быть, нам, скажем, повезло, мы выиграли аукцион на заточку 400 хирургических ножниц. И здесь ответственность была настолько велика, что я понимал, что я не смогу сделать такую коленочную заточку, да, на каком-то точиле. Вот, и я как раз обратился к вам, и один из первых станков, это как раз был на базе ADEMS PRO 2. Вот, и то есть там, где, как и здесь, манипуляторы, градусы, то есть, я выдал то качество, и вот я, вкусив вот этот момент победы, когда я принес, выложил инструмент, когда при мне хирурги его проверили, и они сказали, да, вы молодец, вот здесь я уже задумался встать на путь заточника. То есть, этот путь освоения был не очень длинный, да, то есть, с помощью станков очень быстро начали затачивать. Я, как сказать, самообучение занял один месяц. Это только вот на станке, ну, как бы именно вот под бытовой инструмент. И когда я приехал к вам в компанию… А если бы вы пошли по пути, выиграли аукцион, начали бы проектировать и делать приспособления? Я сразу отсек это. Почему? Потому что я понял, что я потрачу времени, я потрачу денег, и не факт, что, например, там тот же токарь, да, мне может ответить на те вопросы, на которых у меня даже и не было, ну, как бы тех заданий. То есть, я, как компания ADEMS, вы уже были профессионалами. То есть, моя задача была именно заточить инструмент, а не придумать это, ну, сам станок. Так, друзья, кто не знает нашу компанию, кто не знает наши возможности и наш продукт, мы говорим о том, что вот на примере Владимира, он пошел по пути именно освоения мастерства заточки, но не конструирования станков. Мы, компания, которая делает для вас станки, а вы осваиваетесь как мастер. И это быстрее вам даст старт и преимущество над конкурентами. И неудачные попытки конструирования, они могут привести просто к разочарованию, и просто вы можете захотеть бросить эту тему и уйти от нее. Ну, вот некая такая вводная часть у нас закончена, поэтому я предлагаю перейти непосредственно к онлайн-презентации станка ADEMS Full Drive. Вот, ну и, соответственно, где-то мы еще на это потратим, наверное, около часа времени, постараемся удержать ваше время и, соответственно, рассказать все о нем. С чего бы мне хотелось начать? Мне бы хотелось начать с того, что, с преимуществ нашего оборудования. Мы компания, которая разрабатывает оборудование по принципу полного цикла. То есть мы сами его проектируем, сами придумаем, нам подсказывают заточники, и мы создаем эти станки самостоятельно. Вся наша идея заключается и реализовывается в этом оборудовании. Я хочу показать разницу, хочу вам объяснить разницу между нашим оборудованием и оборудованием конкурентов. Сейчас на примере трех только вещей. Не буду все рассказывать это очень долго. Трех вещей. Первое. Никакой деревянный станок не обеспечит вам жесткость конструкции. Кто сталкивался с металлом, он понимает, что для выставления определенного угла, для выдерживания угла с переходом разного абразива необходима точность, необходимо отсутствие вибрации, и соответственно от этого зависит ваше качество. Сконцентрироваться именно на отсутствии вибрации и почувствовать тот инструмент, с которым вы работаете. Наши станки спроектированы таким образом, что у него идет жесткий металлический корпус, который имеет ребра, ребра жесткости, не позволяющие станку как-либо смещаться. Со временем данные станки не разбалтываются, со временем данные станки не имеют люфтов, потому что это жесткий металлический корпус. Он прослужит, я не знаю, что должно случиться с этой конструкцией, чтобы она развалилась. Я не совсем понимаю. Были случаи, когда станки уходили на экспорт, и они приходили, к сожалению, их бросали, они были помяты. Но на функциональность станка это никак не повлияло. Итак, жесткий металлический корпус, который дает основу нашему станку. Следующий элемент. На примере внутренней части именно привода я покажу отличие нашего станка от станка конкурентов. Итак, первое. Все существующие модели на сегодняшний день, которые выпускаются не только в России, но и в мире, поверьте, мы знаем каждого своего конкурента. И, соответственно, в Америке их, допустим, около восьми крупных, больших, малых. И все производители делают по одному и тому же принципу. Они берут двигатель, берут вот такой, допустим, какой-то вращающийся элемент, вот в нашем случае это магнитная планшайба, и сажают шайбу на вал двигателя. И все. Дальше они это упаковывают в какую-то коробочку и говорят, все, станок готов. Какой минус в данном элементе? То есть это, конечно же, биение. Биение на планшайбе, потому что двигателя имеют свой, так скажем, это наше решение, я не говорю, что нет каких-то других решений по отсутствию биения, но наше решение немножко в другом. При такой модели установки планшайбы получается биение, поверьте, мы изначально тоже проектировали станки именно по такому принципу, даже не по такому, ну там была у нас ставочка и биение, мы боролись с биением очень долго. Как мы, чем мы отличаемся от конкурентов? Первое. Следующий элемент это промежуточная промышленная опора. Это сложный, довольно-таки дорогой узел. Это, кстати, к обоснованию некоторые вопросы задают, почему так дорого, потому что некоторые просто сажают на вал двигателя, а мы, мы изготавливаем отдельный узел. В чем его преимущество? Я попрошу показать нам, Володя, я попрошу показать вам, возьму импровизированную указку и покажу вам, вот есть очень интересная импровизированная указка. Все нормально. Вот смотрите, мы не устанавливаем напрямую магнитную планшайбу, не устанавливаем напрямую на две вал двигателя. Вот существует вот такой вот узел, называется промо-опора, в котором, как видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть деталей. Что это дает? Вот этот вот у нас ось, вот эта ось, на которую устанавливается магнитная планшайба или другой какой-то абразив, через два подшипника, чтобы не было искривления в самой оси, и через эластичную муфту, эластичную муфту, вот так вот она выглядит, соединяется двигатель с вот этим вот, с этой осью через вот эту эластичную муфту. Что это дает? Я покажу, покажу это, ну, извините, покажу это на пальцах. Таким образом, два вращающихся элемента, которые, между ними есть мягкий материал, довольно-таки прочный, при любом искривлении, при любом искривлении он компенсирует, компенсирует вот это искривление вала двигателя, который не передается в дальнейшем на вот эту вот ось. Оно не передается на эту ось. Таким образом, о биении... Вопрос. Я правильно понял? То есть получается, что у нас внутри корпуса двигатель через муфту, он дает возможность только вращения. Только вращения. Соответственно, все те недоработки от завода-производителя, при том, что ось, она может быть смещена, там сделана достаточно... Допуски у них, да. То есть этого мы избегаем. Производители двигателей, каких мы разных использовали, у них есть свои допуски, которые к нам не подходят. Мы как бы боремся за качество и все остальное. Далее. Ось, вот эту, которую показала самая верхняя, она идет каленая, шлифованная. Таким образом, долговечность этого узла, она, ну, наверное, сравнима с корпусом данного станка. Вот это второе преимущество наших станков, станка DEMS Full Drive, относительно наших конкурентов. Напомню, первое, это металлический корпус и жесткая конструкция. Второе, это применение промежуточной опоры. И самое главное, чего не делают другие производители, это именно манипулятор. Манипулятор для заточки парикмахерских ножниц. Вот так вот он выглядит. Манипулятор для заточки парикмахерских ножниц. И это довольно-таки тоже сложный узел. О его сложности вы можете понять. Из скольких элементов он состоит? Вот, по нашему стенду, вот дальше мы, если смотреть, вот это вот весь манипулятор, количество деталей. Общее количество деталей вместе с промо-опорой составляет 34 элемента. Каждый элемент проходит тройное качество, проверка на тройное качество соответствия. Каждая деталь выдает столовую качество на складе, и мы это дело очень жестко контролируем. Следовательно, манипулятор. Манипулятор дает нам ряд преимуществ. Владимир, вот вы как заточник, скажите, пожалуйста. Манипулятор с точки зрения клиента, с точки зрения потребителя этого манипулятора, что он дает? Ну, первое, что я вам могу рассказать про данную систему, то есть так как здесь манипулятор состоит из двух колен, то есть он дает плавность при работе. Здесь есть ручка держателя, то есть она здесь фиксируется вот с этой стороны, и мы можем легко установить непосредственно тот угол, который нам необходим при заточке. Дальше мы ее фиксируем, и здесь мы можем как, ну, фиксировать это уже направлением руки, ну, имеется в виду зажим, и формировать классический угол заострения. Так, при вот этом свободном колебании самого держателя ручки, то есть мы можем осуществлять формирование так называемого угла конвикс, да, или конвиксная заточка. Вот, также он скользит, то есть мы можем выбрать любое положение на относительно магнитного основания, то есть где у нас посажен абразив, то есть он опять же легко крепится, но это еще Эдуард не рассказал про это, вот, то есть я его установил. То есть мы можем выбрать то необходимое положение манипулятора, когда мы получаем либо коротенькие полотна, либо удлиненные, да, то есть поэтому он, естественно, вот по этой вот оси скольжения он так же двигается. Удобство этого манипулятора, подытожу, заключаются и держатели в том, что даже тот человек, который никогда не касался заточного мастерства и вдруг захотел этим заняться, он справится с заточкой парикмахерских ножниц, именно парикмахерских, потому что по отношению к бытовым, ну, будем говорить, это вершина айсберга, да, это самый достаточно сложный технологический процесс по заточке парикмахерских ножниц. Пожалуйста. Так, какие еще есть элементы есть на данном станке? Соотношение, вот здесь установлен частотный преобразователь, который регулирует вращение оборотов двигателя, регулирует вращение частоты оборотов двигателя и управляет его направлением. То есть мы можем вращать в одну сторону и не останавливая двигатель, переключать вращение в другую сторону, аверс и реверс. Это если мы затачиваем ножницы парикмахерские, я просто поправляю Эдуарда, то есть дополняю его. Если есть заточка ножниц для правши, а есть ножницы под левшу. Соответственно, вращение нам необходимо для правши по часовой, для левши против часовой. Да, и мы эту технологию, мы как бы ее преподаем, но вы можете использовать функционал нашего станка не только по нашей технологии, но и технологии, которую вы непосредственно, ну как сказать, вас кто-то научил, у вас был какой-то наставник, и, соответственно, вы можете применять это по своему усмотрению в ту или иную сторону. Так вот, одно из конкурентных преимуществ нашего станка – это управление частотой вращения плюс смена на магнитную платформу вот этих металлических дисков. Что это дает? Кто не знает и не сталкивался с заточкой парикмахерских ножниц, это довольно-таки сложный инструмент, и получается, что иногда нужно, в основном, чаще всего, нужно делать, так скажем, переходы от более грубого абразива для формирования режущей кромки либо формирование какого-то внешней геометрии ножниц. Необходимо делать сначала на грубом абразиве, но с маленькой скоростью, далее переходить к более мелкому абразиву, к полировальным материалам, но на более высоких скоростях. Таким образом, вот эта вот быстрота регулировки оборотов, которые вынесены сюда, плюс быстрая смена абразивов от более грубого к более мелкому с помощью магнитной платформы позволяет нам очень быстро обслуживать клиентов и затачивать инструмент. Это также является конкурентным преимуществом нашего станка. Одно из главных преимуществ нашего станка является освещение. Это очень важный элемент. Шутка. Так, что мы еще не сказали? Про комплектацию. Про комплектацию сейчас расскажу, и вот что бы я еще хотел добавить. Это универсальность данного станка. Первый момент. Вы можете его взять с собой, вот за эту очень удобную ручку, взять с собой и уехать на выездную заточку в салоны красоты. Второе. Эту же ручку, например, можно использовать как опорную, опорный элемент, перевернув сюда и затачивая что-то на весу, какой-то нож ледобура, какие-то элементы, как опору. Следующий момент. Комплектация. Что входит в комплектацию? Значит, станок поставляется, уже когда вы приобретете станок, поставляется в готовом к работе. То есть его не нужно настраивать. Нужно просто включить его в розетку, включить самый главный элемент – это освещение, одеть средства безопасности, взять аэрозольный клей, наклеить наждачную бумагу. Мы говорим про респиратор, очки. И подготовить абразив. Но станок готов, его не нужно отдельно настраивать, соединяться с каким-то сервером, звонить нам, службу техподдержки. То есть все интуитивно, все очень просто. Что входит в комплектацию станка? Станок с манипулятором. Адем с Full Drive. Далее, набор расходных материалов для старта вашей заточки. Что это значит? Это сменные металлические диски, на которые вы приклеиваете различный абразивный материал. Сюда можно приклеивать как абразивную бумагу. Можно приклеивать сюда с помощью аэрозольного клея. Я прошу помочь. Подвиньте, пожалуйста, мне кожу и фетр. Вот кожа и фетр. Спасибо. Не только абразивный материал, но и полировальный материал. С помощью аэрозольного клея, входящего в состав комплект станка, вы приклеиваете кожу. Кожа в комплект сюда не входит, но я просто показываю, для чего эти металлические диски. И, соответственно, можно использовать какой-то полировальный материал. Что сюда еще можно приклеить? Ну, это, наверное, зависит от вашей фантазии. Главное, чтобы было все это безопасно. Что еще входит? Сменные абразивные диски для начала работы. Далее шайба для крепления, допустим, алмазной чашки, дисков для заточки ножевых блоков. Основное, дальше прорезиненные опоры. Вы можете закрепить станок непосредственно к столу, либо установить прорезиненные опоры, чтобы он вас не вибрировал. Далее, вот такой вот держатель для маникюрных кусачек. Если вы хотели бы, так скажем, стартануть с более простого решения по заточке маникюрных кусачек. Не на весу, вернее, с определенным углом заточки маникюрных кусачек. Есть, конечно, очень много технологий, очень много возражений и всего остального. Но я вам скажу, что кого-то это спасает. И мы не говорим, что это панацея от всех бед. Дальше. Для ровного приклеивания абразива существует вот такой калибр. Устанавливаете металлический диск вот сюда. Это укладывается все на стол. Наносится аэрозольный клей. Приклеивается абразив и у вас исключается следующий элемент. Вот такой элемент исключается. То есть вы не можете уже приклеить криво. И когда у вас вращение, у вас не будет такого эксцентрика. Казалось бы мелочь, но поверьте, когда вы работаете в потоке, у вас используются различные, очень много разных материалов. Любое отклонение от нормы, от запланированного результата, оно играет роль. Вот я думаю, что я ничего не забыл. Если забыл, то это будет вам приятный сюрприз, когда вы купите станок. Что у нас дальше? Теперь давайте пробежимся. В общем, мы сейчас попытаемся рассмотреть все инструменты, которые мы можем затачивать на этом и приблизительно покажем, как это делается. Опять же мы говорим, что это у нас базовый вебинар, при котором мы расскажем только верхушки и азы. Это будет именно, что может данный станок. Первое. Главное назначение данного станка является заточка парикмахерских ножниц. Именно парикмахерских ножниц. Кто не знает, парикмахерские ножницы, особенно конвекционные ножницы, имеют довольно-таки сложную геометрию. И с помощью манипулятора, ножницы разбираются и с помощью манипулятора затачивается. У нас делается заточка режущей кромки только с одной стороны. Дальше, конечно, нужно применять по технологии водный камень. Но мы сейчас перейдем к этому. Итак, парикмахерские ножницы, раз. Далее, технология ручной заточки с помощью алмазного диска. Это маникюрного инструмента, например, кусачек. Кусачек, можно затачивать маникюрные ножницы, делать какие-то операции. Дальше заточка твизеров. Вот так вот твизеры выглядят. Дальше пушеры. Пинцеты. Пинцеты. Маникюрные ножницы. Некоторые виды операций. И дальше ножи парикмахерских и грумерских машинок. Ножи бытовые. Ножницы портные. Медицинский инструмент. Что я еще забыл? Ножницы для грумеров. Вот мы их тут разобрали. Они, как вы увидите, мы в дальнейшем расскажем. Вот просто обратите внимание, чем отличаются длина полотна, ножницы от человеческих и для животных. Это величиной. В основном у них все очень длинные полотна. 9 дюймов, 8 дюймов ножницы. Одни из ходовых размеров парикмахерских ножниц это, наверное, где-то 5-6 дюймов. Правильно, Владимир? Ну что, перейдем более подробно. Покажем вам более подробно на примере парикмахерских ножниц. Начнем с этого. Как приблизительно, очень быстро выглядит технология заточки парикмахерских ножниц. Владимир. Технология заточки парикмахерских ножниц. Ну, первое, что необходимо сделать, это разобрать ножницы. Обязательно проверить на лекальной линейке зазор полотна. И только уже после того, как вы это все сделали, вы можете приступить к работе по передней поверхности. То есть вы берете ножницы, устанавливаете их в манипулятор, выставляете угол заострения, который необходим. И уже выбрав момент, то есть такой, либо вы фиксируете сам манипулятор, то есть здесь вы выкручиваете его влево до упора, и таким образом не происходит никакого колебания. И, соответственно, вы уже под определенным углом, то есть здесь в нашей международной академии заточки мы вам это все объясняем, под какими углами, как это работать. И, естественно, человек это все достаточно доходчиво понимает. Вот. Если необходима работа с углом заострения по технологии Convex, то, соответственно, здесь уже как раз вот включается вот этот вот свободный ход. На чем я хотел заострить внимание? Ну, это наши ученики, и, возможно, у вас тоже возникают вопросы. Заострить внимание. То есть чтобы понять, какой угол заточки мы совершили, здесь я вам такую расскажу некую формулу. То есть если градус вот здесь на держателе установлен 30, то мы эти 30 градусов отминусовываем от 90 и получаем реальный угол 60 градусов. Почему так происходит? Потому что сама вот эта градусная шкала идет здесь, начинается от нуля. То есть так как мы ножницы устанавливаем, и заднюю поверхность мы ее видим, переднюю поверхность у нас касается к абразиву, и, соответственно, точкой отсчета у нас являются именно те градусы, которые мы здесь выставляем. Но реальный угол заострения мы получаем зеркально. То есть еще раз, 30 градусов здесь равен 60 реальному углу. Не путайте, пожалуйста, это. Потому что если вы будете устанавливать здесь 30 градусов, и когда-то вдруг вы захотите в инстаграме выставить пост, что я заточил ножницы под углом 30 градусов, то это будет неправильно. То есть, во-первых, ножницы парикмахерские, ну, насколько показывает наш опыт, затачиваются от 38 градусов до 45. Ну, опять же, в промежут, да, в диапазоне. То есть кто-то может сказать, вы ошибаетесь, на самом деле мы затачиваем. Но, опять же, вот в этом диапазоне примерно. Поэтому вот таким образом работает сам манипулятор. Владимир, пожалуйста, покажите схематично, как затачивается конвекционная поверхность данного полотна, например, на примере одного абразива. Давайте заточим. То есть, например, мы выставляем угол. Ну, в данном случае я возьму самый, скажем так, тот угол, который мне сейчас попался сразу, это 45 градусов. То есть вот я установил под углом 45 градусов. То есть угол заострения конечный будет именно равен 45 градусам. Дальше вы касаетесь выбранной траектории соприкосновения с абразивом. То есть если, например, это короткое полотно, то, в принципе, можно ножницы выставить именно вот таким вот образом, где-то посередине. И вы начинаете вот таким вот выкручиванием. То есть, соответственно, я, в принципе, могу включить... То есть сначала режущую кромку, да, затачиваем? Здесь, опять же, то, что мы выбираем. То есть если это полный конвекс и нам нужно изменить геометрию или нам нужно изменить угол, то здесь я выполняю, в первую очередь, касание самим наличником. И только потом я уже начинаю выкручивать в сторону режущей кромки. То есть касание. В данном случае хочу заострить ваше внимание на том, чтобы при заточке угла конвекс вы не стаскивали полотно на себя. То есть чтобы полотно было всегда на вращающемся абразиве. То есть и вот таким вот движением. То есть единственное, что вы только следите. Как раз у вас, ну, опять же, это кому как удобно. Кто-то держит правой рукой сам держатель, кто-то левой рукой. Вот. Вы уже следите за подъемом. То есть режущая кромка, как правило, она не имеет, она не прямая. То есть она имеет некую дугу. Поэтому вы, допустим, ну, в моем случае я левой рукой чуть приподнимаю, либо опускаю. То есть таким образом я осуществляю, пока чем не полотна. И вот такими вот движениями, то есть я осуществляю саму заточку. Я для удобства поверну, чтобы люди могли... Да, вот, да, Эдуард, спасибо. Вот, то есть вот таким вот движением я осуществляю заточку угла конвекс. Если это полу конвекс, опять же, нас, наверное, сейчас смотрит, ну, какой-то процент уже действующих заточников. То есть вы со мной согласитесь, да, то есть что есть такой угол заострения, как полу конвекс. То есть мы уже не кладем в полный, ну, то есть мы не касаемся полной части наличника. Мы выбираем, то есть уклон где-то в 5-7 градусов. И вот таким вот движением мы формируем угол конвекс. Если нам, опять же, необходимо классическое, классический угол заострения, то есть мы просто фиксируем, вот, влево, допустим, да, я именно выкручиваю, то есть фиксирую это правой рукой. И уже заношу абразив, то есть вы можете это заносить с пятки, можете касаться серединой, но нежелательно, я вам не рекомендую, касаться в первую очередь носиком и потом закладывать все полотно. То есть потому как мы можем, ну, в конце заточки, да, так называемый, получить завал носика, вершины полотна. Вот, и, то есть мы положили, и вот таким вот движением, опять же, покачиванием не обязательно вытаскивать, потому что по технике безопасности, ну, это не совсем правильно. Хорошо, я поверну, чтобы вам было удобнее. Давайте мы практически покажем какой-то из элементов, просто чтобы люди видели реально, как это все делается. Ну, например, мне нужно сформировать угол заострения классической. То есть вот я включил, опять же, в нашей международной академии заточки мы также рекомендуем и все это даем под запись, какие будут обороты. Обороты это важны, для этого здесь есть индикатор, и мы смотрим. Ну, например, я сейчас устанавливаю средний диапазон, где-то в диапазоне 850-900, и делаю заточку классического угла заострения. То есть вот я коснулся, довел до вершины, поднял, довел до вершины, и вот в данном случае я уже вижу, что у меня по всей длине режущей кромки появился заусенец. То есть я его вытащил, полотно, посмотрел, то есть вот по всей длине режущей кромки сформирована фаска, то есть я ее вижу, то есть этим и характеризуется классический угол заточки. Если мне необходимо, как я говорил, сделать полуконвекс, то есть я вот таким вот движением, то есть аккуратно, чуть-чуть приподнимая сам манипулятор и не сильным покачиванием, то есть по факту я эту, ну будем говорить, ярко выраженную фаску из такой прямой поверхности я делаю полую, ну как бы ее выпуклой, да, то есть в виде такой некой линзы. Ну и соответственно, если я вот так вот буду делать покачивание, то есть я вижу то, что здесь уже фаска стала не прямой, а она стала выпуклой. Ну и дальше все то же самое полотно, на примере того же самого полотна, я уже вам показываю, то есть я могу как раз коснуться наличником, и вот в таком вот диапазоне я уже работаю с заточкой угла полной конвексы. Вот, ну естественно мы контролируем прижим обязательно, да, это мы опять же вам в Международной Академии Заточки объясняем, показываем, то есть вы всегда можете обратиться к нам для того, чтобы пройти это обучение у нас. То есть, ну и соответственно мы добиваемся полностью выхода на режущую кромпу. Вот таким вот образом происходит заточка. Повторюсь еще раз, значит в процессе заточки необходимо менять абразив от более грубого к более мелкому. Заранее подготовленное по технологии разное количество абразивов на разных дисках помогает это делать очень быстро. В комплектации мы предлагаем, начало идет от 320 и заканчивается 2000. То есть вы вправе выбрать сами, какой абразив, на каком вы заострите внимание, но сам базис, то есть само начало мы рекомендуем с 320. Ну, наверное, это зависит от степени изношности ножниц, от диагностики их или еще чего-то. Таким образом, как вы увидели, замена абразива происходит за считанные секунды. Итак, подобным образом затачивается у нас второе полотно, ножницы разбираются. Дальше применяются водные камни, либо могут применяться другие технологии, которые мы вам чуть-чуть попозже покажем. Для диагностики также искривления ножниц, еще вот, Владимир, покажите, пожалуйста, брусок. Зачем он нужен и как его использовать? Это брусок, ну, как бы у нас по номенклатуре он идет как контрольный брусок, то есть вы осуществляете именно контроль зазора полотна. Вот, по технологическому, ну, языку в технологическом, это называется лекальная линейка. То есть вы берете полотно, соответственно, укладываете шарнирной частью, закладывается полотно, и вы проверяете именно сам непосредственно зазор. Ну, то есть, естественно, это нужно делать на просвет, и вы смотрите, насколько зазор, ну, как бы присутствует. То есть качественный, ну, корректный он или некорректный. И то есть после того, как вы это проверили, вы уже принимаете решение о дальнейшей заточке, там, либо рихтовке, либо формировании поверхности поддержки на водном камне. То есть, ну, это уже технологический процесс, но контрольный брусок, он, насколько я помню, в комплектации не идет. Нет, не идет. То есть это как дополнительная опция, поэтому без него, ну, будем говорить, что заточка парикмахерских ножниц невозможна. Да, и рихтовка парикмахерских ножниц, в зависимости от вашего умения, в зависимости от материала самих ножниц, осуществляется различными способами. Первый способ, самый простой, для недорогих ножниц, который имеет пластичную деформацию самого полотна ножниц, это именно вот такое вот устройство для рихтовки полотна ножниц, которое вы прикручиваете у себя в мастерской к столу, устанавливаете непосредственно ножницы вот сюда, ну, и, соответственно, в зависимости от того, где нужно взаимодействовать с режущей кромкой, с полотном, мы, соответственно, делаем это. Также мы можем вот этот пин перекручивать, и тем самым мы будем влиять на определенные участки полотна. Да, также, Владимир, пожалуйста, объясните, вот назначение данного деревянного изделия. Это вторая часть рихтовки, которую также опытные мастера должны освоить в процессе заточки парикмахерских ножниц. Что это такое? Когда мы проверяем зазор на лекальной линейке полотна, и, к примеру, мы видим, что появляется перехват, точнее, есть перехват, а именно что такое перехват? Это именно та часть зазора полотна, точнее, мы нажимаем, допустим, на полотно, и вот, допустим, в этой части просвет исчезает, а вот эта часть вот отсюда вот так вот покажу, будет удобнее, вам видно, то есть, например, вот эта часть, вот эта часть полотна начинает подниматься, то есть, соответственно, если идет подъем полотна от лекальной линейки, то это не очень хорошо. Не очень хорошо, почему? Потому что в этой части режущие кромки видеть при смыкании друг друга не будут, то есть, соответственно, они будут уходить, ну, будем говорить, болтыхаться в воздухе. Вот, и нам необходимо сделать рихтовку, то есть, мы работаем на, ну, в данном случае на пне, то есть, пень этот дубовый. Соответственно, используем, вот, мы используем латунный молоток. Почему не металл? Первое, во-первых, мы не портим текстуру самого полотна, и второе, собственно, он более мягкий, ну, сам по отношению к стойкости самого полотна. И как раз мы осуществляем вот именно на данном... Не, наоборот. Да, вот таким вот образом мы осуществляем рихтовку. Вот, но сразу оговорка, сразу оговорка, сразу поправка. С рихтовкой нужно быть очень-очень крайне аккуратным. То есть, опять же, у нас в нашей Международной Академии Заточки Адемс мы показываем, мы рассказываем, и мы объясняем, каким образом можно от рихтовки уйти, и что нужно делать, чтобы ее заменить. Но все равно рихтовку необходима... Владимир, у нас поступают вопросы. Можно ли заточить здесь изогнутые ножницы? Да. Леонид Мельников. Прошу, Владимир, кратенько рассказать, потому что вопросов много, контента много, нам нужно двигаться очень быстро. Да. Допустим, вот мы в данном случае, ну, как бы у нас парикмахерских нет, но вот есть хирургически изогнутые ножницы. То есть, в чем их отличие? То есть, здесь вот, когда у нас, допустим, выгнуто, выгнуто вот сейчас полотно на меня, то здесь достаточно все просто. Вы коснулись нижней частью режущей кромки и проточили все полотно. То есть, вот, когда вы это установили все в держатель, то есть, ну, допустим, вот я вам сейчас наглядно прям покажу. Вот, вы это установили в держатель, установили определенный угол заточки, и вот вы совершили как раз, ну, то есть, процесс заточки по передней поверхности. Вот. Основной момент, когда вы перекладываете, уже делаете, то есть, заточку другого полотна, вот здесь нужно быть очень аккуратным, потому что здесь мы уже не можем сделать вот этого вот движения, да, здесь нам нужно сделать вот такую вот протяжку, и потом мы вот здесь заканчиваем. Заточка на краю получается, да? Да, по факту мы работаем где-то 15, максимум 20 миллиметров от края, да. То есть, именно вот конкретно для этого полотна, где носим... Каким образом заточить изогнутые ножницы представляется возможным, и мы продемонстрировали. Следующий вопрос, Леонид Мельников задает вопрос. Что бы сделать угол 35 градусов, насколько нужно выставить манипулятор? Еще раз повторю, Леонид. Если вы хотите заточить... Может быть, вы ответили просто вопрос... Нет, если вы хотите заточить... Повторим еще раз. Да, если вы хотите заточить ножницы под углом 35 градусов, то на манипуляторе вам нужно букву R, но вот в данном случае сейчас здесь она у меня стояла на 45, вам нужно увести до 55. То есть, получается 45-50. То есть, вот по той формуле, по которой я вам сказал, чтобы вам получить реальный угол 35 градусов, вам нужно на держателе установить угол 55. Но, честно говоря, такой остроты режущей кромки, то есть, именно такого угла заострения по передней поверхности я бы вам не рекомендовал делать. Дальше. Еще вопрос от Леонида поступил. В чем отличие нового манипулятора от старого манипулятора? Значит, мы сейчас проводим онлайн-презентацию станка, на котором показываем обновленный манипулятор, который доступен уже к заказу. В базовой комплектации он не идет, но вы можете заказать отдельно держатель новый и вот эти вот три кольца. В дальнейшем станки, я сейчас не готов сказать, когда они пойдут в серию, возможно, ну, не готов, может полгода, может еще несколько месяцев. В дальнейшем мы сделали глубокую модернизацию манипулятора, закачиваем последние испытания, в которых будет вот этот узел-держатель ножниц, в который можно одновременно устанавливать ножницы, то есть не меняя, как раньше, держатель, устанавливать ножницы как для левши, так и правши. Далее, ось манипулятора за счет данного держателя, ось манипулятора, она находится в одной плоскости вместе с ложементом, куда укладываются ножницы. Что это помогает в реальности? Чем это помогает? Когда вы затачиваете ножницы на манипуляторе, есть два варианта. Первый вариант, когда у вас ножницы более, так скажем, ходят при заточке конвекса, они более ходят по, ну, значительный такой размах имеют. Некоторые говорят, что это не совсем удобно или как-то, но очень много лет мы так затачиваем, поверьте, это вполне достаточно. Человек привыкает ко всему. Привыкает ко всему, да. Есть, мы, конечно, работаем, не стоим на месте, и таким образом с помощью этого манипулятора мы добились того, чтобы ножницы не при заточке конвекса не ходили широко по наждачной бумаге, а именно вращались вот в этой вот плоскости. То, что показывал Владимир. Дальше. Кольца. Это эргономические кольца для удобства держания, охвата и контролирования ситуации. И далее мы устанавливаем уже теперь не втулки, не подшипники скольжения, а именно подшипники игольчатые, подшипники качения. Вот в чем отличие данного манипулятора, нового манипулятора от существующей модели. Никаким образом существующий манипулятор или новый манипулятор, они не влияют на качество заточки. Все становится, мы растем, мы делаем все это удобнее, эргономичнее, ну и, скажем, не стоим на месте. Все это направлено на улучшение потребительских свойств. Вот. Значит, насколько хватает абразивной бумаги, задают еще вопрос наши слушатели. Я кратненько отвечу. Все зависит от степени износа, дальше материала, самих парикмахерских ножниц. Да, Владимир? Ответ нашим уважаемым участникам. Смотрите, здесь два момента. То есть то, чем вы пользуетесь. Первое. Если это карбид кремния, то вероятность того, что он очень быстро сядет, у него выше по отношению к оксиду алюминия. Поэтому в комплектации со станком ADEMS Full Drive идет абразив оксид алюминия. Что рекомендую я, когда вы приезжаете в нашу международную академию заточки ADEMS обучаться, что я вам объясняю. То есть, допустим, вот базовая шкурка абразив 320. То есть он не обрабатывается, допустим, ацетоном, ну как я это рекомендую, и не устраняются именно те налипы металлической стружки. То есть, соответственно, мы его, как правило, устраняем с металлического круга. А вот последующие абразивы 600, 800, 1000, 1200, 1500, вы можете взять ацетон, ну, скажем так, пропитать ватный диск и устранив, устранив вот эти вот налипы, вот эту металлическую стружку, потому что там вот как раз она забивается, вы можете продлить срок службы вашего абразива. Ну, если вы понимаете, что у вас принесли кучу ножниц и вы хотите не терять время на переустановку, вы можете просто протереть именно ацетоном. Но, еще раз повторюсь, оксид алюминия работает дольше, карбид кремния работает меньше по стойкости. Хорошо. Соответственно, мы поставляем то лучшее вам. Отлично, спасибо. Дальше мы продолжаем показывать возможность нашего станка и говорим о том, что существуют разные магнитные планшайбы, разные диски, которые используются на этом станке. Мы сейчас сняли основу диаметром 123 мм и устанавливаем основу с диаметром 190 мм. Зачем нужно данное изменение? Сейчас мы постараемся вам вкратце быстро все это объяснить. Ну вот, как вы видите, вот в чем разница. Это именно увеличение рабочей поверхности для каких ножниц, Владимир? Для грумерских. Мы их вам в самом начале показывали. Вот такие вот грумерские ножницы. Это шанкеры. Это неотъемлемая часть каждого, скажем так, каждого и любого грумера. То есть данные ножницы 8,5 дюймов. Соответственно, для того, чтобы нам не делать каких-либо сильных переходов, колебаний или вообще, как говорится, манипуляций. То есть вот мы можем осуществлять заточку, чуть сместив, допустим, именно относительно вот этой вот оси. То есть вращение у нас идет из-под режущей кромки. И вы видите то, что я могу положить нижнюю частью режущей кромки и до самой вершины полотна его отработать. Причем вот этих вот растаскиваний ничего не делать. И тем самым я увеличиваю КПД заточки. Да, и вот если бы у нас стоял диск на 150 миллиметров, как бы это выглядело? То есть у нас практически полотно. Но мне приходилось бы вот такие вот движения делать очень часто и вероятность качественной заточки, она бы просто падала. Технология заточка грумерских ножниц и парикмахерских ножниц она практически идентична. Все просто отличается размерами. Но это не основное назначение увеличенного диска металлического на 200 миллиметров. С помощью этого диска можно также затачивать у нас бытовые ножи. Ну, например, вот такие вот длинные бытовые ножницы, которые, возможно, некоторые разбираются. Я просто сейчас не показываю саму установку. То есть здесь, в принципе, такой же принцип. То есть мы можем сделать, ну, то есть максимум, вот мы можем чуть-чуть смещать на себя, вот небольшое как бы вытаскивание. Либо, вот как я сказал, не вот в этой оси, а чуть-чуть левее мы смещаем и делаем вот такое вот движение. Так, далее. Это именно заточка ножей. Ножей, опять же, мы говорим о заточке ножей. Ну, компания ADEMS, можно я про... Да, скажу, компания ADEMS не рассматривает установку ножа в данный держатель. То есть подача ножа, это уже наше такое, ну, не авторское, конечно, но тем не менее подача ножа идет вручную. Но тем не менее... Включу, да? Да, пожалуйста. Вот сюда. То есть вот мы включаем, делаем подачу. Я, ну, как бы такую вам расскажу, такой некий лайфхак, то есть каким образом определить угол заострения, то есть угол заточки на сторону. То есть вот я беру большой палец, устанавливаю примерно, то есть вот обух сюда на середину большого пальца и кладу, соответственно, то есть, ну, прислоняю палец к абразиву и укладываю сам нож. То есть вот примерно вот этот угол будет равняться, ну, примерно где-то 18 градусов на сторону. То есть, ну, в пределах, опять же, да. И то есть я понимаю, что когда я уже отточил вот этот вот прижим, я уже пальцы не кладу на сам абразив, а я их кладу чуть выше. Но тем не менее уже память мышечная в руках есть. И вот таким вот движением, то есть обратите внимание, да, то есть нож за... ну, как бы, чтобы получить... Покажем? Да, чтобы получить однородной высоты фаску, то есть обязательно необходимо делать вот подъем вот на этом вот участке. То есть мы обязательно поднимаем. И вы получаете по факту однородной высоты фаску. То есть вот таким вот образом это все происходит. то есть одну сторону, ну, и, соответственно, как раз вот тот, ну, как бы, момент преимущества. Да, преимущество. То есть мы переключаем, и, соответственно, я уже даже вот так вот встану, ну, чтобы было видно. То есть, соответственно, я уже вот здесь вот таким вот образом это делаю. Ну, соответственно, мы выбираем абразив, опять же меняем его от более грубого к более мелкому. И полировка. Скажите, а вот толщина, какой должна быть толщина и какая должна быть кожа для полировки, задают такой же вопрос. Ну, сейчас, сейчас компания ADEMS, и как бы это было, ну, опытным путем мною определено, то есть какую кожу выбрать. То есть мы сейчас предлагаем вашему вниманию кожу из ноутбука. То есть чем она отличается? То есть, во-первых, толщина ее 1,8 миллиметра. И само технологическое изготовление кожи, так как я ранее занимался ремонтом обуви, то есть как нельзя, кстати, я знаю про вот эту вот как раз кожу. То есть в чем ее технологическая особенность от изготовления гладкой кожи? То есть тем, что она идеально ровная. То есть здесь идет машинная обработка, здесь не наносится никаких лакокрасочных, ну, точнее, именно эмалий, и получается, что нам не нужно ее подготавливать. То есть вы взяли ее, наклеили аэрозольным клеем на металлический круг, и по факту, когда мы ее уже устанавливаем на магнит, кожа у нас готова к использованию. То есть вы ее можете использовать как в сухом виде для тонких полировок, так и с алмазными пастами. Пожалуйста. Отлично. Итак, это не все, это не все. Значит, с помощью сменных металлических дисков и наклеенного абразива мы можем затачивать еще ряд других инструментов и выполнять какие-то отдельные операции. Например, на маникюрных кусачках. Сейчас есть? Можно это же показать? Нет. Лучше на маленькую. Хорошо, мы меняем тогда планшайбу обратно на маленькую. Нет, мы сейчас остановим, если мы говорим про маникюрные кусачки. Ну, конечно, хорошо, давайте тогда уже рассняли. Да, я извиняюсь просто. Все хорошо, все правильно. Мы тогда будем следовать определенной технологии, по которой действительно нужно двигаться до этой точки. Сюда можно устанавливать различные круги с посадочным местом 32. 32. Стандартный размер посадочных кругов. Итак, Владимир, маникюрная. Одна из операций у маникюрных кусачек. То есть, соответственно, мы можем установить кусачки, точнее, установить сначала абразивную тарелку, чашку, тарелку, то есть то, чем вам удобно пользоваться, но именно с 32-м посадочным местом. И вот таким вот образом, то есть вы можете это держать как на руках, так и с помощью, где этот держатель, вот он закрыт. Вот, также вы можете сменить вот это вот, убрать держатель полотна парикмахерских ножниц, его сюда установить и, соответственно, его закрепить сюда. И уже, используя манипулятор, то есть под определенным углом вы можете давать подачу. И маленькое пояснение, что все-таки у угла, там же есть также вопрос по поводу выставления угла. Шкала на манипуляторе данного станка используется исключительно для заточки парикмахерских ножниц. Да. И только для этого. Что касаемо всего другого инструмента, то угол выставляется мастером самостоятельно, определяется и, соответственно, исходя из опыта. Здесь я бы даже сказал не из опыта работы, а исходя из того, что нам предложил завод-производитель. Потому что передняя поверхность, она может быть либо очень вогнутой, либо практически прямой. И здесь она может даже не совпадать по зеркальности. То есть нам, допустим, если вы выставите здесь на манипулятор, ну, то есть на держатель какой-то градус и его сделать сюда, то зеркально на другую сторону вы можете этого не попасть в этот градус. То есть вам придется это все равно менять. Поэтому вот это вот, ну, как бы это особенность передних поверхностей. Итак, можно установить сюда алмазный круг. Можно сюда установить эльборовый круг для заточки поверхности, передней поверхности кусачек. Выставляете самостоятельно этот угол. Какие еще операции? Мы сейчас не будем переставлять. Сымитируем, что у нас установлена магнитная планшайба. Вот у нас стоит металлический диск. И мы сейчас, Владимир, покажет, какие еще операции с маникюрными кусачками можно делать на абразиве. Ну, соответственно, да. На станке, к сожалению, на фуллдрайве сделать кернение невозможно. Для этого у вас должна быть наковальня. То есть станок для этого, для механических ударной мощи не предназначен. То есть мы можем также использовать наш дубовый пень с помощью каких-то маленьких наковальней. Так вот, следующая операция у маникюрных кусачек, которую мы делаем, это как раз формирование фасок. То есть я просто вам делаю касание, то есть не так, как я держу на самом деле, просто чтобы вам было видно. То есть мы формируем именно сами фаски. И после того, как мы сформировали фаски, то есть, естественно, мы понимаем, что есть вероятность, что по ширине они расползутся. И далее мы можем уже, положив вот так руку, зафиксировав, то есть также мы можем формировать именно формирование толщины самих фасок. Это уже по задней поверхности, по так называемым щечкам. Потом мы можем делать калибровку, то есть съем с обуха, калибровку носиков. То есть по факту мы на станке Full Drive можем сделать все операции, за исключением одной, это за исключением расточки сустава у кусачек. Итак, пушер. Пушер. Прекрасно. То есть мы можем также его здесь затачивать, то есть также вот мы можем именно формировать по задней поверхности. Потом мы можем также, ну это я, к примеру, показываю, что у нас уже наклеен, допустим, фетровый круг, то есть мы его сюда как бы сменяем, одеваем на магнит, и мы уже можем делать полировку, там притупление на... То есть, ну, естественно, фетровый круг у нас будет, ну, как бы забит алмазной пастой. То есть, опять же, это все в комплекте не идет, это все отдельно. Но вероятность и возможность заточки данного инструмента здесь возможно. Так, далее у нас пинцет. Пожалуйста, пинцет. То есть, также вы можете осуществлять заточку пинцета. Опять же, здесь очень удобно, когда нам необходимо увидеть соприкосновение самих фасок для их обновления. Вот, мы можем вот так вот наклонить, то есть вот это вот как бы наклонный... Освещение на гибкой ножке. Да, на гибкой ножке. То есть, это очень удобно. Мы это подсвечиваем, и нам видно очень хорошо просвет. Это, кстати, тоже очень хорошо помогает при формировании фасок у кусачек. То есть, мы обновляем фаски, и дальше потом мы по щечкам, опять же, благодаря возможности того, что здесь идет вращение как против часовой, так и по часовой, то есть, мы можем формировать одну сторону толщины самих фасок по задней поверхности, так и другую сторону. То есть, кому как удобно, ну, я имею в виду выбор вращения. То есть, соответственно, пинцет здесь затачивать тоже можно. Маникюрные ножницы. Можно операцию делать? Маникюрные ножницы, да, мы здесь можем делать, но, наверное, не все операции, потому как, ну, допустим, опять же, в нашей международной академии заточки АДЭМС операция по формированию высоты фаски мы делаем с помощью вулканита. Так как вулканит находится у нас в вертикали, а здесь идет горизонтальная подача, то есть, скорее всего, ну, не скорее, мы эту операцию делаем на вулканите, но потом нам необходимо сформировать фаски. И вот здесь как раз задача станка Full Drive очень неоценима в этом. То есть, мы берем, устанавливаем вот за, опять же, обратите внимание, то есть, ну, как бы участники нашего сегодняшнего прямого, ну, точнее, нашего вебинара, да, то есть, вот здесь вот ручка, она всегда с закруглением. То есть, я, ну, как бы заостряю ваше внимание, чтобы вам было понятно. То есть, я цепляю именно вот здесь вот в нижней части, где есть прямая площадка. То есть, вы зацепили, и потом вы убираете вот так вот полотно, выбираете, опять же, необходимый угол, заострение устанавливаете и производите заточку по передней поверхности. Это очень-очень удобно. Вот. Но я вам это рекомендую делать не на абразиве, именно, а на алмазной тарелке с зерном 20 на 14. Ну, это такие наши вот вам советы. Вот. Соответственно, почему так? Потому что здесь как раз, чтобы нам не повредить и не изменить геометрию вот этого самого изгиба полотна, то есть, вот, при рабочей поверхности в 10 миллиметров нам как раз удобно делать вот эти вот, ну, будем говорить, манипуляции. Спасибо. То есть, сам станок, сам станок, вот сейчас мне Эдуард передает сюда инструмент, вот сколько я его уже накидал здесь, то есть, вы можете обратить внимание, да, то есть, это и пинцеты, и пушеры, и кусачки, и бытовые портняжные ножницы, то есть, вот. Владимир, а давайте поговорим немножко о финансах. Давайте. Примерно озвучьте стоимость заточки в Самаре, различные инструменты, чтобы люди, которые пытаются посчитать, сколько можно на этом заработать, как делать деньги и какие деньги на этом станке, и, соответственно, могут у себя посчитать, мы не навязываем свою считалку, примерно срок окупаемости данного станка. Хорошо, давайте так. То есть, начнем с самого простого. Это хирургические ножницы. Цена вопроса от 150 до 200 рублей. Раз. Пинцет-пушер в нашем регионе, в городе Самара, стоит 150 рублей. То есть, соответственно, есть. Кусачки с поврежденным носиком 350 рублей, без поврежденного носика 300 рублей. Есть. Портняжные ножницы, то есть, в зависимости от угла заострения, то есть, под задачу, которую необходимо, то есть, ту задачу, которую перед нами ставит клиент, это цена от 150 до 300 рублей, но будем брать средний диапазон 200 рублей. Парикмахерские ножницы, там, грумеры или это человеческие, то есть, у нас, ну, в нашей мастерской, это от 500 рублей и до 1500, в зависимости от тех работ, которые необходимо сделать. Но, будем говорить, средняя цена 550 рублей. Это парикмахерский. Ну, и самый такой сладкий инструмент, то есть, тот, который к нам, ну, относительно часто несут, то есть, это бытовые ножи. Причем, их сладость заключается в том, что их приносят не одни. То есть, если вот ножницы могут принести одни, там, это, но ножи приносят, допустим, к нам, там, 2-3-4 ножа. Но не об этом. То есть, цена вопроса 10 рублей сантиметр. То есть, мы меряем линейкой и по сантиметрам определяем стоимость. Соответственно, средний чек за нож у нас где-то составляет порядка 185 рублей. Я просто недавно, почему такая цена, то есть, стоимость я недавно просто для себя делал, ну, срез по работе. То есть, соответственно, если вам в день хотя бы принесли, там, три ножа, ну, или 2-3 ножа, то есть, вы можете заработать, там, 600 рублей, вам принесли одни ножницы, вы можете заработать плюсом еще 550 рублей, и вам принесли хотя бы одни кусачки, то есть, соответственно, вы можете уже заработать порядка 1700 рублей. То есть, если мы будем говорить, ну, да, ножевые блоки, но мы просто еще не показали. Но, тем не менее, можно посчитать. Да, также можно, да. И, допустим, один ножевой блок, то есть, вот мы уже перевалили за средний чек за день, да, более 2000 рублей. То есть, соответственно, при выручке, там, ну, например, вы даже работаете неполные 30 рабочих дней в месяц, опуская даже 25, то есть, вы зарабатываете в месяц, это мы говорим валовой прибыли, 50 тысяч рублей. Да, оборот. Если вы не арендуете помещение, соответственно, вы никому не платите за аренду места, вы эти 50 тысяч рублей полностью кладете себе в карман. Вот вам и ответ по средней. Ну, да, но здесь надо учитывать, что работая, допустим, на балконе по выездной системе, либо работая в стационарной точке... Не принесут вот это. Да, на выездной системе не принесут это, и поток клиентов будет значительно меньше. Ну, незначительно, но это так, скажем, некоторая подработка, некоторое укрепление в своих силах, что вы можете затачивать, набора практических навыков, либо такая просто форма. Когда у нас очень много клиентов, которые работают на основном месте работы, он заканчивает с 5 часов, он едет в 2-3 мастерских, забирает инструмент, и на завтрашний день, также вечером об этом все развозит. Но, опять же таки, ограничено тем, что у вас нет на месте, и тем, что вы ограничиваетесь в этом моменте. Так, переходим. Вы говорили, Владимир, что с помощью данного станка, я крайне был удивлен, можно заточить, делать некоторые операции на... Топорах. Топорах. Да. Ну, просто вы можете как бы включить свою фантазию, 3D-формат. Я имею в виду в плане того, что у меня есть гриндер в мастерской для грубых работ, то есть на нем я делаю основной подвод, там, ну, образно под углом, там, допустим, 25 градусов на сторону, но я понимаю, что когда я делаю выход на режущую кромку и заканчивая на ленте P80, да, то есть там появляется такой конский заусенец. То есть для того, чтобы мне его аккуратно убрать и сделать так называемый микроподвод, я как раз использую именно станок Full Drive. То есть я беру абразив P1000 и под более тупым углом, там, ну, например, уже 30 градусов на сторону, то есть я делаю именно микроподвод. То есть на этом станке, ну, это такая палочка-выручалочка с точки зрения некоторых бытовых инструментов, там, в том числе, я могу сделать так же, доводить стамески, в том числе, я также могу затачивать ножницы для оверлока, ну, для оверлоков, в том числе, я также могу делать, какие, ну, там, допустим, резцы приносят. То есть все это я могу делать там, где мне это удобно, а, переустановка абразива, где очень легкая, и, б, соответственно, я могу именно работать, то есть, ну, если это ручной подвод, в горизонтале. То есть некоторые операции, там, по заточке каких-либо инструментов, какие-то удобно делать в вертикале, что-то удобно делать в горизонтале. Вот. Спасибо, Владимир, за ответ. Сейчас мы покажем, также у нас есть видео, уже мы показывали обзор, что это такое. Это у нас эльборовый круг, который устанавливается также с посадочным, с посадочным у него местом на 32, на 32. а эльборовый круг на керамической связке имеет, данный вот круг имеет толщину 5 миллиметров. И, соответственно, мы покажем сейчас... Мы не будем в действии показывать. Он новый. Да, он достанется кому-то из наших клиентов, которые захотят приобрести его. Мы покажем, как можно его использовать для улучшения, убыстрения, ну, уменьшения скорости или каких-то операций. То есть, что можно делать на этом эльборовом круге? В данном случае зерно здесь идет 40 на 28. Да, я понимаю, что это не самый мелкозернистый абразив, но как бы по рекомендациям завода-производителя это уже идет предфиниш. Но для, допустим, финишной или, как назовем, финишной формирования поверхности поддержки у парикмахерских ножниц эта абразивность не подойдет. То есть, она оставит очень грубую насечку. Так вот, но когда, допустим, у нас идет большой поток ножниц и зачастую еще, опять же, то есть, часто к вам в мастерскую приносят грумерские ножницы, то есть, для меня это палочка-выручалочка. Перед тем, как мне приступить к заточке, то есть, я формирую поверхность поддержки именно вот на этом круге. То есть, обратите внимание, что здесь идет полностью расположение, то есть, даже если, ну, вот эти вот ножницы 8,5, то есть, если это будет там девятки, либо десятки, то есть, в принципе, они тоже уместятся, и мы можем сформировать качественную поверхность поддержки. конечно, вы сейчас скажете, там может расшириться носик, может увеличиться вообще в принципе она, но это мне и необходимо. То есть, мы на прошлой неделе с Эдуардом презентовали наше революционное устройство для хонингования, и как раз, если я вижу то, что ножницы, особенно вот при такой длине поверхность поддержки очень сильно расползается, то есть, я сначала делаю черновую обдирку, потом выполняю хонингование, вышлифовку, и уже финиширую на водном камне. То есть, мне это здесь крайне удобно. Устройство для хонингования задней поверхности парикмахерских ножниц вы посмотрите в описании, ссылка будет в описании к данному видео. Так, ну и еще используйте для опасной бритвы. Опасная бритва. К сожалению, мы не смогли так быстро ее найти, но... Может быть, на примере ножа? на примере... Ну, давайте на примере ножа, да. То есть, вот вы представляете, к примеру, то, что есть некая длина опасной бритвы. Они приходят, как правило, в очень грустном состоянии, с очень большими сколами, особенно те, которые приносят, ну, там, которые покупают где-то на рынках, там, на птичке, ну, так называемых, да, то есть, на каких-то развалах, то есть, именно такие бритвы, а-ля, ну, именно СССР, да, вот. Так вот, для того, чтобы это сделать, ну, допустим, я адаптировался, и я научился это делать именно здесь. То есть, к примеру, причем, у опасной бритвы длина режущей кромки, она примерно вот такая. то есть, что у меня опаска ложится полностью вся именно здесь. Я выбираю режущую кромку, чтобы она у меня была вот, ну, как бы, по радиусу, да, окружности. И вот таким вот образом, то есть, я ее просто закладываю и делаю, опять же, это грубую, ну, то есть, именно обдирку. То есть, вот таким вот образом. Причем, я могу это сделать как от режущей кромки, так и на режущую кромку, потому что мне это здесь позволяет. Ну, и потом, естественно, я ухожу на водный камень. То есть, не подумайте, что я делаю, как бы, что-то такое сверх, ну, скажем так, плохое, да, для того, чтобы испортить инструмент. Нет. Так как опасная бритва на водном камне, все равно, она делается в полное соприкосновение, поэтому здесь я также делаю полное соприкосновение, выставляю обороты, но тем самым я могу заточить опасную бритву. Если бы я это делал на водных камнях, там, ну, за 3-4 часа, то здесь я сокращаю время работы до часа-полутора. То есть, потом я, естественно, вывожу это все равно на водных камнях, на природных, но этот круг мне помогает и позволяет. Опять же, он эльборовый, то есть, у него здесь идет керамическая связка с ЭБН, и то есть, у меня вот такой круг, в нашей вот Международной Академии Заточки Адемс, я его показываю вам. Я рассказываю, как это все работает. То есть, уже использую более года, да, то есть, у нас первый появился, ну, я думаю, больше. Больше, да? Больше. Вот. Я прикладывал лекальную линейку, ни одного зазора, даже нету завала на краю окружности. То есть, это говорит о том, что стойкость данного абразива очень высока, и даже при том, сколько я уже инструмента на нем заточил, также вы можете посмотреть ценовую политику. Ссылку, я думаю, да, мы прикрепим, также, то есть, чтобы люди могли посмотреть это. Вот. Просто, когда человек говорит, ой, это дорого, то, ну, ребята, извините, я столько на нем... Вы имеете право так думать. Мы нисколько не претендуем на ваши мысли. Вместе с тем, поймите, есть существенное различие не только от просто абразивной бумаги, но еще есть существенные различия между эльбором и алмазом. Вкратце скажу следующее, что по стойкости алмаз и эльбор, они примерно находятся на одном уровне. Многие часто путают алмаз и эльбор. В чем преимущество именно эльбора? Эльбор именно применяется в... Если в машиностроении взять, именно для шлифовки, для точной доводки, как и алмаз, но эльбор предпочтительнее, и он даже... И он дороже, всегда был дороже. Сейчас добавлю, Владимир, за счет того, почему он ценен? За счет того, что он работает намного мягче. Первое. В чем мягкость заключается? Он прощает ошибки заточника, он менее прижигает режущую кромку, он более теплоемкий. И таким образом, одни и те же действия на алмазе и на эльборе. На алмазе у вас уже кромка может становиться различных цветов, голубей, синей и все остальное. На эльборе этого не произойдет. И поэтому сейчас многие заточники, которые наконец-то... Мы с первых дней продавали эльбор и предлагаем его. Но те, кто... Где они обучаются, к сожалению, не все школы знают вообще об эльборах или преподают. А мы с первого дня говорим, что эльбор более предпочтителен для многих операций. И за счет того, что прощает ошибки заточника. Я хотел бы еще добавить комментарий. Вот то, что сказал Эдуард. У эльбора по отношению к алмазу само зерно имеет именно структуру октайдера. То есть у алмаза идет структура тетраэдера, то есть это некий такой кубический треугольник. То есть, ну как бы, да. А это идет октайдер, то есть это такой куб. Соответственно, у него за счет того, что идет меньше граней, точнее, сама грань уменьшена, то есть он дает более мелкую риску, нежели чем алмаз. Алмаз он выгрызает. И то есть каким бы по зернистости алмаз не был по отношению к эльбору, он всегда даст риску. То есть если мы будем это увеличивать с помощью микроскопа, я недавно вот в декабре месяце себе приобрел микроскоп и понял, насколько он мне теперь стал помогать в работе. То есть, соответственно, риска намного меньше. И вот то, что сказал Эдуард, само качество шлифовки намного чище, намного качественнее при одной и той же зернистости. Еще одна очень важная операция, которую выполняем мы на станке, и сегодня в обзоре это у нас будет крайняя операция, которую мы расскажем, это заточка ножей парикмахерских и грумерских машинок. Для этого, сейчас, Владимир, подождите минуту, для соблюдения техники безопасности здесь предусмотрен другой кожух, нежели от 150-миллиметрового диска. Мы сейчас для демонстрации не будем устанавливать, но покажем, что другой кожух устанавливается, и потом устанавливается уже диск, сейчас я покажу, диск для заточки ножей парикмахерских машинок, и плюс решеток и ножей мясорубок. Ножей и решеток мясорубок. В ассортименте нашей компании, дайте мне, пожалуйста, вот этот диск, в ассортименте нашей компании существует две разновидности заточных шлифовальных дисков. Это на основе алюминия и на основе чугуна. Прошу. Опять же, повторюсь еще раз. Мы сейчас рассказываем базовые вещи. Мы не сможем вложить сейчас в эту презентацию глубоко рассказывать отличие от тех или иных дисков. Мы показываем базовые вещи, которые просто в дальнейшем мы можем это все вам прояснить. Диски изготавливаются двусторонние, то есть можно использовать две стороны. Доступны в базовой комплектации с одной стороны у нас идет конусная поверхность, с другой стороны идет плоская поверхность, с другой стороны. Доступные к заказу диски имеют конус-конус, либо плоскость-плоскость. Плоскость нужна тоже для заточки некоторых видов ножей и в основном для заточки ножей, мясорубок и решеток мясорубок. Теперь мы покажем приблизительно, насколько мы это сможем уместить в рамках данного вебинара, презентации, как происходит процесс заточки ножей парикмахерских или грумерских машинок. Что нам для этого понадобится? Во-первых, вам понадобится, конечно, вам понадобится, конечно, сам станок. Данная планшайба не входит в комплектацию станка, ее нужно приобретать отдельно. Далее нам понадобится абразивный порошок. Смотрите, есть такой комплект для заточки ножей парикмахерских и грумерских машинок, в которые входит все необходимое для заточки. Вы покупаете набор, состоящий из кожуха, диска и набора сходных материалов и сразу, устанавливая сюда, можете уже непосредственно затачивать. В паспорте станка на Dems Full Drive написана технология заточки на данном диске. Она является, я не скажу, что она какая-то уникальная, но она является, так скажем, симбиозом многих заточников. Мы ко многим прислушиваемся и, соответственно, рекомендуем вам, как затачивать. Вы можете выбирать самостоятельно, самостоятельно, самостоятельно свою технологию. Мы на нее нисколько не претендуем. Далее. В процессе заточки происходит, мы что делаем? Мы устанавливаем планшайбу. Для ножей это конус-конус. Каждая планшайба имеет балансировку перед отправкой, проверка на отсутствие биения и маркировку стороны, где является конус, где эта плоскость, даже с указанием градуса, какой градус здесь сейчас на плоскости. Опять же, по некоторым данным многие заточники используют разные углы для разных типов ножей. Есть ножи типа А5, есть ножи с регулирующим плавающим ножом Adjustable Blade, есть ножи какие-либо еще. И таким образом, мы, расширяя универсальность станка у Full Drive, мы говорим, что пожалуйста, экспериментируйте с разными углами, с разными технологическими какими-то последовательностями, с разными порошками и все остальное. То есть мы стартуем с какого-то базового набора, с которым мы точно гарантируем, что у вас получится при соблюдении определенных действий. Итак, что нам для этого нужно? Нам нужна шлифовальная жидкость. Жидкость нужна для того, чтобы мы ее наносим сюда в небольшом количестве, нужна для того, чтобы смочить поверхность диска для удержания абразива. Далее, абразив наносится на планшайбу. Абразив у нас используется оксид алюминия 240, F240. В номенклатуре нашей компании есть другие порошки и доступны на сайте. Вы это все можете посмотреть. Опять же, для чего разная зернистость из порошков. Опять же, все зависит от типа инструмента. Например, если у вас тип инструмента и износа инструмента, если у вас сильно изношенные ножи парикмахерские, то, возможно, понадобится предварительная обработка ножа на более грубом абразиве, чтобы снять определенный слой металла, чтобы недолго с этим возиться. Самое главное, для чего мы сделали станки и всегда этому стремимся. Один из главных элементов это скорость. Скорость и высокое качество, чтобы вы могли больше в единицу времени обслуживать большее количество инструментов. Таким образом, мы смочили планшайбу специальной шлифовальной жидкостью, входящей в комплект данного набора. Дальше, нанесли небольшое количество у нас есть на ютубе ролики, как мы это делаем, подробно рассказано. Сейчас мы не будем вдаваться в подробности данного данной технологии, просто показываем, как это делать. Наносим порошок. Объясняем. Не пока, объясняем, как это делать. Дальше мы затачиваем, как ножи, нож нижний и нож, предварительно его разобрав, продиагностировав, и нож верхний. Как приблизительно происходит процесс заточки, Владимир? Когда мы нанесли небольшое количество шлифмасла, дальше мы наносим шлифпорошок, мы просто берем и прикладываем к данной планшайбе и движениями от себя к себе, опять же, выбираем для вас более комфортную скорость, то есть, кто-то работает на тысячах оборотах, кто-то на трехстах оборотах, а кто-то на полутора тысячах оборотах. Опять же, если мы говорим о мясорубке с обратной стороны, где мы по плоскости работаем там, можно выбрать и более тысячи оборотов, но сейчас о ноже, то есть, мы его затащиваем, просматриваем, то есть, ушла ли выработка и уже принимаем решение, то есть, просматриваем через увеличительное стекло, если вы пользуетесь лупой, то вы смотрите, то есть, появились ли заусенцы и достаточно ли вы уже произвели обработки, то есть, соответственно, потом мы берем уже плавающий нож и, собственно, таким же образом, то есть, мы его цепляем и делаем обработку. я рекомендую, опять же, в Международной Академии Заточки Адемс, мы вас обучаем и мы предлагаем именно работать с двух рук, то есть, не работайте с одной руки, потому что удерживать одной рукой при оборотах, то есть, достаточно сложно. Опять же, по поводу вращения, вы также можете для себя выбрать комфортное, то есть, вы будете работать либо на режущую кромку, либо от режущей кромки, то есть, как говорится. Вы самостоятельно определяете, либо мы вас в Академии Заточки научим. Очень важно понимать расположение ножа на самой планшайбе, давление на эту планшайбу, ну и, соответственно, элемент, геометрию, не геометрию, а направление движения данного ножа. вот эти несколько элементов, ну и дальше, по каким критериям нужно контролировать, сколько нужно затачивать, какие последовательности дальнейших операций, чтобы получить тот результат, который удовлетворит вашего клиента, парикмахера, либо грумера. Надо сказать, что для грумеров здесь вообще очень такой подход должен быть более щепетильный, поэтому, что человеческие волосы стригутся, они более толще, соответственно, здесь, возможно, какого-то количества операций, то для грумеров их нужно сделать больше, нужно контролировать и точно знать, что вы довели нож до того нужного результата. Здесь можно комбинировать планшайбу, либо алюминиевую, либо чугунную, кто на чем привык работать. Опять же, у нас станки универсальные под разные технологии. Далее, как элемент контроля мы используем как микроскоп, мы смотрим на износ, на поверхность шлифовки и также используем чугунные притирочные плиты. Вот это вот все, соответственно, на чугунных плитах различные пасты в зависимости от, опять же, крупно-рогатый скот, овцы, собаки, крупные, с толстым, с толщиной волоса, либо это такие пуховые собачки, у которых очень нежный подшерсток. И вот для каждого типа среза, до максимального, чтобы довести, необходимо в этом разбираться и понимать. Мы говорим, что и гарантируем, что с помощью данного диска для заточки ножей парикмахерс-машинок и с помощью станка вы на 90% заточите без всего дополнительного, но в некоторых случаях нужна доводка на чугунной плите. Например, кто-то скажет, не надо мне вот этого всего, у меня есть чугунная плита, я беру ножевой блок и с помощью определенных траекторий движения, у каждого своя, каждый там вкладывает в какой-то определенный смысл. Я нисколько не сомневаюсь в правильности этих действий, но давайте говорить о том, что о времени. Время заточки одного ножевого блока сильно изношенного на чугунной плите, оно будет гораздо выше, чем на станке. Таким образом, если у вас очень убитый, изношенный нож, потому что если стригут каких-то собак, у них грязных, в волосах есть камни, какие-то посторонние предметы, собакам пыль, собак не всегда можно промыть, они могут не даваться, а кто-то вообще может быть не помыть собаку, начать стричь. Таким образом, ножи грумерские очень быстро изнашиваются и их нужно чаще затачивать, но и также их нужно затачивать более тщательно, чтобы комбинировать просто быстрее. Таким образом, если вы затачиваете на диске и на чугунной плите, время сокращается значительно. Я сейчас не буду говорить о времени, но я скажу, что в разы. На несколько порядков вот с этой технологией комбинация диска плюс чугунной плиты... Это некая палочка-выручалочка. То есть, приобрести... То есть, если у вас есть она в арсенале и вам их, опять же, таскают по 4-5-10 штук в день, то есть, сидеть, как бы их разглаживать... Ну, закрылся на весь день и час берешь, и ножевый блок там... А здесь вы грубый съем сделали, перешли на чугунную плиту и уже... 10 минут и таким образом то ли дело вы 2 часа потратите на 10 ножей, то ли вы потратите день, а то и полтора. Так? Правильно. А клиенты идут, инструмент несут. Правильная, хорошая, раскрученная мастерская это все-таки когда клиенты к вам идут и инструмента много. Инструмента много. Это на сегодняшний день основные базовые элементы, которые можно устанавливать на станок. Я знаю, что некоторые наши клиенты используют станки намного шире, намного затачивают на них еще какие-то другие инструменты. Ну что, Владимир, давайте ответим еще на ряд вопросов, которые у нас остались. Ну вот, например, Леонид Мельников спрашивает, на каких оборотах делается микроподвод? Возможно, он имел в виду какого-то инструмента, но сейчас сложно, наверное, сказать, какого инструмента. Ну, если мы рассматриваем именно то, для чего нам необходим сам станок, а именно парикмахерские ножницы, то микроподвод я делаю от 500 до 600 оборотов. От 500 до 600 оборотов. Почему не сделать правильную градацию на манипуляторе, чтобы не заниматься математикой? Начнем с того, что каждый человек, каждый человек, он очень охотно использует то, что ему понятно, и он всегда идет по линии на меньшее сопротивление. Производя какие-либо детали на этом станке, мы их, конечно, улучшаем. Мы делали и так, и эдак, по-всякому, но пришли к тому, что, опять же, пообщавшись с многими заточниками, которые уже опытные, не только с российскими заточниками, но и с других стран, ближнего зарубежья, дальнего зарубежья, мы пришли именно к той модели манипулятора, которая наиболее правильная и намного востребованная. Таким образом, что касаемо математики, ну, давайте начнем с того, что математика – это неплохо. Это, например, тренирует ваши мозги. Начнем с этого. И это тоже хорошо. Второй момент – это просто удобство. Когда вы привыкнете к этому методу подсчета, я думаю, что после первых-вторых ножниц, поняв логику и ее пропустив через себя, вы быстро это поймете. Опять же, мы не претендуем на то, чтобы мы не можем подстраиваться под каждого значника, мы стараемся работать по закону Паретто, что 20% усилий дает 80% результата. Если основная масса людей говорит о том, что для получения результата нужно, необходимо именно вот так, мы делаем вот так, мы прислушиваемся к ним, к значникам, к Владимиру и к другим значникам, которые с нами работают. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Дальше. Смотрите, есть вопрос касательно набора расходных материалов. размер дисков и набор расходных материалов. Особенности комплектов. У нас в составе поставки станка в базовом комплекте есть набор наборников, в который входит, как я уже говорил, аэрозольный клей, входит 5 металлических дисков, на которые наклеивается абразивная бумага. Далее входит калибр, опоры, входит шайба для крепления диска для различных дисков и также треугольник для заточки маникюрных инструментов. Вот это базовый набор. Возможно, что-то забыл, но, соответственно, несущественно. Это базовый набор 150 миллиметров. Магнитная планшайба установлена на 123, диск стоит 150. Отдельно нами разработаны наборы расходных материалов на 3, 6, 12 месяцев. Они отличаются составом, отличаются увеличенным количеством расходных материалов. Мы не знаем, какая у вас будет загрузка в вашей мастерской, либо вы действующий, не действующий, вы сами выбираете. Подробное описание самих наборов доступно на сайте. Я думаю, не составляет труда, посмотреть самостоятельно данное описание. Дальше. Еще раз повторюсь. Значит, существует два предложения, два решения от нашей компании по магнитным дискам на 123 и на 190 миллиметров. Для чего это сделано? Для установки дисков на 150 и на 200 миллиметров. Чтобы мы могли затачивать ножницы или маникюрные инструменты, например, 5-6 дюймов на 150 миллиметровый и ножницы для грумеров. Ножницы для грумеров мы затачиваем, например, я думаю, что это дюймов, наверное, 9, да? 8,5. 8,5 дюймов для заточки именно длинных инструментов. Длинных инструментов. Дальше ножей, ножей бытовых, все остальное. Таким образом, 200 миллиметров и 150 миллиметров. Вот чем отличается у нас... Но это опцион, который нужно приобретать отдельно. Ну что, всем до свидания. Спасибо всем, кто был на нашей презентации. Спасибо, что вы уделили нам время. Спасибо Владимиру. Спасибо всей нашей команде. Всего доброго и до новых встреч. До новых встреч. До свидания. До свидания.